Всякий раз, когда мы поклоняемся Христу, прямо, косвенно, осознанно или неосознанно, мы попытаемся принять те обстоятельства в нашей жизни, в которых мы находимся. Осознанно или неосознанно, мы пытаемся принять самих себя, потому что не принимая самих себя, мы не можем принять ближних, а не принимая ближних, мы не можем принять самого Бога. Если мы посмотрим на горизонталь, как на некую физическую линию, или как на линию нашей жизни, мы видим, что прошлое уже прошло, и его невозможно вернуть. Будущее ничего не наступило, и если мы созрели точно свое внимание, то мы постараемся и, стало быть, сможем находиться в настоящем. И это настолько будет настоящим, насколько оно будет пересекаться в вертикальной линии, образуя крест. И если мы находимся в средостении самого креста, мы находимся в настоящем, мы находимся под своей кожей и на территории своей души, и на территории своей жизни. И если мы находимся в настоящем, то, стало быть, мы как никогда близки к Вечному, как никогда мы соприкоснаемся с гордым миром и можем к Нему подойти вплотную. Если мы можем молиться Богу, то мы молимся к Нему и обращаемся к Нему не из прошлого и не из воображаемого будущего. Реальная молитва всегда происходит от реального человека и от реального времени, а реальное время – это настоящее время. Один поэт очень точно сказал, люди, как правило, живут в прошлом и умирают в прошлом. Некоторые пытаются преодолеть это прошлое и находятся на полтора, на два, на сто метров перед самих себя, живут в намерениях, о которых говорит русское пословице, что именно этими явлениями вымачивается дорога в ад. Не потому, что намерения плохие, а потому, что они нереальные. А жить реальному человеку в нереальной реальности опасно, погрешительно и преступно против собственного спасения и собственной души. И вот сейчас, когда выносит креста поклонение, мы, конечно же, поклоняемся кресту, на котором священно действовал Христос, искупая нас от проклятия и смерти. Конечно же, мы поклоняемся страданию кресту, но это поклонение должно быть опять-таки конкретным, предметным и совершенно реальным для нас с вами. Мы должны пережить свое существование, свое бытие, свою реальность в свете евангельской правды. Мы должны пережить свою реальность в контексте креста и жить не только по горизонтали, развиваясь из прошлого в будущее, но на всякий раз, на всякое время, на каждый час просвещаться света к кресту и совершать крест своей жизнью, обращая глаза свое сердце и глаза своей ума в горе, на небо. И помня, что есть еще и низ, есть еще и бездна, куда мы можем из воображаемого будущего соскальзывать в реальном, настоящем. Будем же носить этот крест как некую реальность, как некий дар Божий, как некую правду божественного замысла о нас, пытаясь вникнуть, пытаясь разумиться, пытаясь понять, почему Господь устроил с нами те или иные обстоятельства, почему мы находимся в той или иной реальности и кто мы есть в этой естественной, объективной повседневности, в этой реальности сегодняшнего дня, сегодняшнего часа и минуты. И это все милости крестовой и в свете евангельской правды. Всего вам желаю радости, духовных побед и подлинного крестоношения, крестоношения разумного, рассудительного, духовно просветленного и просвещенного. Всего вы прикладываете сейчас к кресту, который он вынес, специальное поклонение. И в основании креста есть маленькая частичка от креста, животребящего креста Господня, которую некогда митрополит Аргопольский Нектарий подарил нашему храму. А у него есть большая частичка, которая когда-то, а великий император везентийский Алексей Кавнин подарил монастырю преображения в Сагбате. Храни вас Господь! Храни вас Господь!